Добрый вечер! Сегодня 15 июня, среда, это 839-й день Анакси Крыма. Вы смотрите Заман. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Порубий призвал ООН дать четкую правовую оценку выборам в Государственную Думу России в Крыму. На совместном брифинге с президентом ОБСЕ Илка Канерова глава украинского парламента отметил, выборы в парламент на оккупированной территории это насмешка над международным правом. Дипломат в ответ пообещал, давление на агрессора продолжится, а санкции с России не снимут. В сентябре этого года в России проведут выборы в Государственную Думу. Чтобы край важно, чтобы международные организации, в том числе и ОБСЕ, дали четкую правовую оценку с пробами проводить псевдо-виборы на оккупированном Крыму. Спильно с всем международным співториством мы должны не допустить этой наруги над международным правом. Крым был, есть и будет украинским. И, конечно, мы обговорили шляхи нашей співпрации надалее по регулированию мирного конфликта и договорились докладать усилий, чтобы шляхом дипломатичным, чтобы шляхом переговорив, змусить окупационные войска Путіна выйти из Украины и повернуть суверенитет Украины над всеми окупованими территориями. В ростове на суде по Хизбут Тахрир допросили тайного свидетеля обвинения. Адвокат Эмиль Курбединов утверждает, что это нарушает российское законодательство, по которому судят крымских мусульман Феррат Асифулаева, Нурепримова, Рустема Ваитова и Руслана Зитулаева. Ни следствия, ни суд не обосновали необходимость сокрытия личности свидетеля. Его допрашивали через аудиосвязь. Голос изменили, хотя был слышен арабский акцент. Закон предусматривает допрос свидетеля без его визуального наблюдения, но не позволяет изменять голос. Допрос ввелся в режиме рации, то есть не было постоянного непрерывного аудиоэфира. Защита предполагает, что со свидетелем, возможно, кто-то был рядом и подсказывал ответы на вопросы. Были длительные паузы между поставленными вопросами защиты и ответами свидетеля. Курбединов считает, что дело трещит по швам и юридического обоснования для него нет. Ни как большие сомнения относительно достоверности этих сведений, которые нам рассказал сегодня свидетель. То, что мы прочитали в протоколе допроса в ходе предварительного судебного следствия, он был допрошен. То, что мы сегодня услышали, это, конечно, разные факты, разные обстоятельства. По каким-то моментам они совпадают, но многие моменты не совпадают. Юридические перспективы здесь однозначны. Это дело должно развалиться уже сейчас, и этих ребят должны отпустить из-под стражи. А то, что это дело политическое, то есть я считаю, что результат предрешен. То есть, скорее всего, их будут признавать виновными, если не произойдет какое-то чудо. И, скорее всего, всеми правдами и неправдами будет обвинительный приговор. Я это исхожу из фактов. Сначала из досудебного следствия, когда нарушается и право на защиту, и нагласность, и так далее, и так далее. И вот до настоящего времени. Вы посмотрите, вроде бы суд так лояльно себя ведет, однако суд пригласил четырех адвокатов по назначению, которые сидят на скамейке запасных. Как это расценивать? Я расцениваю это как давление, определенное на защиту и на самих подсудимых. Я гражданам Украины могу только пожелать, чтобы они терпели те испытания, которые постигли их на сегодняшний день. Которые и мы проходим. Вот что я могу сказать. И все эти испытания, когда они закончатся, и для них, и для нас. Я не рассчитываю на справедливые суда, я вам это сразу могу сказать. Этот суд будет необъективен, и дальнейшие суды будут необъективны. Это я с уверенностью заявляю, потому что я... Горький опыт моего народа показывает, что это государственное совершение не соблюдает свое же, скажем так, право, которое у них есть. Сейчас мы в данный момент столкнулись с полицейским государством, которое декларирует гражданские права людей, на самом деле не соблюдает их. И в связи с этим я бы хотел обратиться к политикам украинскими. В Украине гражданское общество довольно долгое время строилось, и оно есть. Его нужно сохранять, невзирая на то, что сейчас большие трудности для Украины. Нужно его беречь и приумножать. Именно гражданское общество, когда каждый человек услышан, и каждый имеет свои права, и они эти права соблюдаются. Чайкозов тоже оказался за решеткой, к сожалению, по надуманным обстоятельствам. Мы вместе все в одной упряжке, можно сказать, так оказались, и по этой причине Рифат Чубаров и Милин помогают нам, чем он может. Во всяком случае, он нас вещает, во всяком случае, это в других регионах, не только в Украине, в Турции, Америке, Канаде, я слышал, он ездил, говорили о нас. В присутствии консула одного-другого, в виде присутствия журналистов, посвящающих эти события, конечно, это поддержка. Между тем, адвокаты, защищавшие Надежду Савченко, Марк Фейгин и Николай Полозов заявили, что намерены присоединиться к борьбе за освобождение арестованных крымских татар. Об этом Марк Фейгин написал на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что положение заключенных ужасающе. В ближайшие месяцы я намереваюсь приступить к работе по делам крымских татар, положение которых ужасающее. Ждите новостей. Одновременно с началом ряда новых кейсов в Крыму вместе с Николаем Полозовым мы дадим старт международной публичной кампании «Сейв Крайме». Мать украинского политзаключенного Станислава Клыха едет в Чечню, чтобы повидаться с сыном. Пытки во время следствия привели к нервному истощению Станислава. Некоторое время он не подпускал к себе адвоката. Клых согласился подписать абелляционное заявление, но очень хотел увидеть мать. Она считает, что апелляция не повлияет на решение Кремля. Мать заключенного не верила, что после возвращения Савченко начнется борьба и за других заключенных. За Надею очень много людей стояло. Очень много таких вплывающих людей. И тут, наверное, все-таки какая-то более политическая игра и над всеми ними, я так думаю. Но так, Надя, говорят, умирает остальную. И я надеюсь, мне так хочется, потому что он, когда не заходил, я бы не заходил в судовое заседание, и где бы он не был, кто бы не приходил до него, он кричит одно, кричит одно слово, я никогда тут не буду. Все, что сейчас он может говорить. А там, что вирши читал, вот это, мне рассказывают, что на вироку, там он и вирши какие-то Висоцкого читал, какие-то пісни спевал, чистые пруды. Он писал мне, вот это последний вирш, он мне писал с матерью, так и писал, что как он в садик ходил, вот как он еще из садика падал, как у него эти, это самое, вытрема, слезы. Суд абсурда. Под таким названием в Киеве открылась фотовыставка о заключенных Кремля. Журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк показал фотографии судебных процессов украинцев в России. На снимках Алексенцов, Александр Кольченко, Надежда Савченко, Сергей Литвинов, Николай Карпюк и Станислав Клых. Железные решетки на входе. Только пройдя через них, можно попасть на выставку Антона Наумлюка в Крымском доме. Работы Антона сразу погружают в атмосферу массовых судилищ над украинскими активистами в соседней стране. Как ручное управление во всей стране, так и судебная система работает в ручном управлении. Дело Литвинова по факту развалилось, потому что попался вот такой глупый следователь, который просто придумал 40 убитых человек, у которых нет ни прописки, то есть их не существовало никогда. Это одно дело. Процесс Карпюка и Клыха точно так же придуманы исторические события. Есть просто отдельные люди, которые по указанию сверху или по собственной инициативе в том числе фабрикуют дела, переписывают историю, приводят к тому, что мы видим сейчас на фотографиях. Станислав Клых осужден в Грозном на 22 года. На выставку пришла его племянница Леся. Говорит, очень приятно, что про ее дядю не забывают. Для нас, как для родителей, которые познавались в беде, нам очень приятно знать, что мы не сами, что нас поддерживают. И намного легче это все переживать, когда знаешь, что можно рассчитывать на чьюсь поддержку. И, конечно, очень хвилюющее ощущение, когда снова это все смотришь и переживаешь по-новому. На снимках все действующие лица процессов. Заключенные, их семьи и представители российского правосудия. Корреспондент российского издания «Новая газета» Ольга Мусафирова отмечает, роль журналистов в подобных делах одна из главных. Его работа очень сильно влияет на восприятие украинским и российским обществом вот этой истории политических заключенных. То есть он, условно говоря, давит на общественное мнение. Общественное мнение Украины обращается к власти. Власть, в свою очередь, связывается с западными дипломатами. Западные дипломаты давят на Кремль. Ну и совершаются обмены. Название выставки «Суд абсурда». Она раскрывает всю суть современной судебной системы России. Работы на Умлюка будут выставлять до 22 июня в рамках кампании «Let my people go». Исмаил Газиев, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. А сейчас главная тема выпуска. В Верховной Раде Украины прошли парламентские слушания на тему реинтеграции временно оккупированного Крыма. Это произошло впервые за два года аннексии украинского полуострова. Инициатором выступила межфракционная депутатская группа «Крым». На слушаниях выступали известные политики и общественные деятели. В частности, глава Межли Сарифат Чубаров, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов, глава генической районной госадминистрации Александр Воробьев и депутаты от разных фракций. Слушания по деоккупации Крыма длились более трех часов. В зале было мало народных депутатов и представителей правительства. Еще до начала слушания заместитель председателя Конгресса крымских татар Ленур Ислямов и Айдар Муждабаев на президиум повесили крымско-татарский флаг. Вице-спикер парламента Оксана Сыроед снова напомнила о том, что у государства нет политики систематической по возвращению Крыма. У нас немає на рівні держави жодного офіційного звіту, який би свідчив про наслідки окупації, як такої. Це наша територія, і якщо ми про це не будемо говорити, за нас ніхто цієї правди не скаже. Передовсім крымских татар про те, що ми досі не маємо системної політики, системного розуміння, як працювати з людьми, які сьогодні є на окупованій території. Адже ми усвідомлюємо, що ця окупація не зможе завершитися за один день. Але ми так само усвідомлюємо того, що це є наші люди. Наші люди, які потерпають від окупації, які, можливо, стають вимушеними колаборантами, бо таке життя. Більше всього говорили о ситуації, в которой сейчас знаходяться на полуострові крымские татары, об арестах і преследованиях, які сейчас происходят в оккупированном Крыму. Чеканка монет в 10 гривень – це дуже важливо. Але мені здається, що значно більш важливим є формування на рівні держави комплексної стратегії повернення цієї незаконно окупованої української території. Держава поки що не зовсім серйозно ставиться до всіх аспектів проблем окупованих територій. І мені здається, що одним із основних закликів, які повинен звучати за наслідками цих парламентських слухань, закликів до всіх органів державної влади, він повинен бути сконцентрований на тому, що якнайшвидше повинна бути розроблена загальнодержавна стратегія деокупації Криму і реінтеграції Криму і повернення Криму в Україну. При цьому деколи нам пропонують якісь, на мій погляд, абсолютно фантастичні шляхи повернення української влади на кримську територію на кшталт того, що «А давайте ми створимо в Україні якісь чудові економічні умови, і Крим сам до нас повернеться». Я впевнений, ми всі однаково любимо Крим, але погодиться, що без повернення Криму просто кримський татарський народ просто тоді спрямовує до небуття. І тому маємо максимально, і ми на це працюємо, як межліст кримського татарського народу, маємо максимально тепер просто своєчасно зробити всі ті справи, від якої в майбутньому залежить. І доля Криму, і доля кримського татарського народу. Не може бути пріоритетів розставлені з першого, першого, Донбас, Луганськ, потім Крим. Все має одну мету – відновлення територіальної цілісності України. Єдиний кордон, єдині санкції, війна розпочалася з Криму, і війна має завершитися поверненням Криму. Рефат Чубаров також призвал консолідуватися кримсько-тарську общественность на материковой Україні. Ленур Іслямов з трибуни говорив о блокаді Крима, о кримсько-тарському батальйоні, а також о національної автономії. Да, ми заявили о тому, що гражданська блокада Крима прекращена. Ми перешли в юридичний статус гражданського формування АСКЕР, який стоїть на границі. Не буду останалюватися зараз на це. Ми заявили о тому, що ми робимо батальйон. Опять же, граждані України, опять же, те самі, яким не безразлично. Це ви всі з нами, це граждані, які не верять, хоча хотілося б дуже нам теж поверити, в такий добровольний, свободний, такий вот, в свободне освобождення Крима. Не буде такого, я не верю в це. Поки ми самі не соберемся, також, як собралися на гражданській блокаді, поки ми не зробимо самі граждані України там штаб, поки не будемо займатися возвращенням і освобожденням Крима, нічого власть отсюда з Києва не зробить. Вот цей флаг, який ми тут повесили, щоб висел і напомінав всім депутатам України, що Крим – це крымсько-татарська автономія в составі України, которую треба возвращати. І без Крима нет України. Спасибо большое. За два роки – це перші парламентські слушання о проблемах крымських татар і возвращення Крима. Ще три місяці назад Верховна Рада приняла постановление о проведении таких слушаний. Тоді цю ідею підтримали 229 із 322 народних депутатів, які були в сесійному зале. Наталка Калинко, Эльвина Ситьбулаєва, Эльдар Тарахташ, Эльдар Ісматов. Заман, АТР. Кримсько-татарський ресурсний центр, Вместе с Меджлисом і Национальним фондом демократії, Создали буклеты со списком политзаключённих, І пропавших за період оккупации Крима. Буклеты отпечатаны на русском і англійськом языках. Координатор ресурсного центра і член Меджлиска Скиндер Бариев отметил, Іздання планирується распространити середі евродепутатів, Международних організаций і западних інститутів, Занимаючихся правами человека, Щоб в очередной раз привлечь внимание к незаконно заключённым в России І оккупированному Крыму українським гражданам. Ми в тому числе давали выдержки, Сюда поместили выдержки либо адвоката, Либо самих политзаключённых. І ці выдержки, вони чітко показують, Що ці люди не виноваты, вони не являються преступниками. Це патриоти, патриоти Крима, патриоти України. І другий буклет – це пропавші без вісти і погибші За весь період оккупации Крима, именно в Криму. Більшінство переселенцев вынуждены вернуться на неподконтрольную Украине территорию. К таким выводам пришёл заместитель министра по вопросам оккупированных территорий і вынужденных переселенцев Георгий Тука. По його данным, сейчас на материке постоянно живёт 800 тисяч переселенцев, а зарегистрированных – 1 млн 700 тисяч. К такому выводу в Министерство пришли после того, как международні організации проанализировали нагрузки на школы, детсады і роддома в містах регистрації переселенцев. Оцінили там изменения статистики смертності і інших показателів. Ми мусимо розуміти і про це відверто казати, що приблизно половина людей, це 800 тисяч приблизно, які хотіли жити на території, яка контролюється урядом в Великій Україні, вони завдяки бездіяльності, як парламенту, так і урядовських, і лобкаладі, до речі, тут немає на кому дорігати конкретно. Вони були вимушені повернутися назад, зовсім не з доброї волі. І досить легко спрогнозувати, за якими відчуттями ці люди вимушені були повертатись на оккуповану територію. На этом пока все. После заман «Крымский вопрос». В гостях у Айдера Муждабаева народний артист України Алексей Горбунов, тот самый майор-особист из кинофильма «Хайтарма». Хорошего вечера. Будьте с нами. Дякую за перегляд!